привет привет я хочу сначала сказать для меня это большая честь саша я только одну вам даю интервью саша рыбак так что большая честь спасибо очень хорошо что вы не пригласили наконец-то а куда вас пригласили к вам студию я очень благодарен для меня честь хорошо давайте поехали как тебя зовут меня зовут андрей за рэмбо сколько тебе лет у меня 37 лет откуда ты родом я с украины родом с города новоявриск это пригород от львова я там жил два года я тебе говорил да я же говорю честь я сын родился во львове в центральном родильном доме города львов видите как это судьба то есть там есть расписался во львове во львове да ты че вообще так это там есть такое педлевым знаешь такой бар нет педливым уж я неправильно произношу педливым не знаю моря небо может под левым или педливым но это может быть пивнушка какая-то это было в 1983 году я не знаю а тебя еще не было еще я я в 1980 году родился только а тебе было три годика три годика было мои родители были первыми кто расписался в городе новоявриске они даже получили ключ от города твоя мама и папа моя мама и папа где сейчас мама твоя моя мама сейчас в калифорнии в америке городе сакраменто я слышал она верующая тоже да да моя мама верующая моя мама с детства верующая они начинали церковь первую церковь в городе новоявриске сейчас там большая церковь и там недавно приезжал на том месте на месяц этом классно так приезжаешь и все тебя знают и на не первые доноры были там начинали это все я разговаривал с мэром города встречался и он сейчас царь к прямо посередине города вокруг многоэтажки девятиэтажки так классно разговаривали с мэром и он сейчас дал еще больше земли земли построить там школу на территории как бы очень хорошо бог очень сильно благословляет и рад что мой род мы родители в этом участвовали для меня это очень большая честь это никогда не знал только узнал как приехал ты бывший наркоман я бывший наркоман чем ты пользовался я пользовался всем начиная от марихуаны очень любил кокаин героин кристалмаз это амфетамины любил мешать это все и любил тех пор колодца пока мне не вырубит вот так вот почему ты это делал я делал это ну как меня я могу так объяснить меня такое было с детства такое я не знаю в раннем возрасте я обиделся на бога когда моя бабушка умерла это был 18 лет не было и был как страшный сон и я просто на бога обиделся еще то что-то такое произнес что-то такое что я тебя ненавижу и не хочу там что-то такое конкретное типа проклятия да и что-то такое черная туча надо мной было и момент с того момента я не мог не спать нормально но мне кошмары снились и постоянно был в депрессии если не обторченный вот так я просто не хотел жить ничего не интересовало мне только интересовало как на хорошенько поторчать и вот я слышал такие слова ты говорил что кто-то тебя посвящал дьяволу в детстве было на стороны моей отца у меня была бабушка которые они занимались колдовством ну не знаю если могу сейчас про договорить но как бы я был одержим демонами потому что я увлекался разными колдовством волшебством я когда возле не видел бога я отказался от него я когда в тюрьме был один раз и даже отказался и сказал что я сатанист атеист и как-то это открыла дверь где в демонов духовном мире и за когда от меня демона выгоняли оказался что мне был дух смерти и он не хотел уходить он сказал что у него есть права что было какое-то жертвоприношение за меня и что-то было связано с кровью и он говорит что имел полное право на меня но он ушел сила крови иисуса христа намного сильнее ушел и одну ушла мне депрессия ушло то все поэтому как ты пришел к тому что вообще за тебя стали молиться кто-то выгонять из себя демонов ну как я с верующей семьи мои родители родные там все церкви наверно в америке мама записки писала чтобы за меня молились наверно с 18 лет мне сейчас 37 и постоянно молились постоянно все и везде почему мама просила за тебя молиться что ты вытворял я очень сильно торчал и не очень сильно пытались мне помочь разными способами и деньгами я был успешным когда я делал я был один раз женат первый раз и все было успешно у меня и бизнесом занимался и дом построил один и второй как бы все нормально у меня я не видел смысла в жизни для меня вот это заведи семью там или там женись купи дом бизнес машину и как бы для меня а что дальше как бы у меня это какой-то был бред я не видел смысла счастья в ничем и вот так и ничего мне не помогал мне много раз говорю что ты хочешь что тебе сделать чтобы ты был счастлив я говорю ну поставьте меня кому на пару лет дайте мне как бы на ненавидел реальность вот так настолько мне дьявол обманывал мне просто говорил что ну как бы ты идешь в ад может ты сверующей семьи ты все знаешь потому что ты знаешь бога и ты против него идешь ты держат так что такое давление с одной стороны а с другой стороны если придешь к богу тебе будет скучная жизнь и тебе придется пожинать за все твои плоды которые делал такие плохие и ты так всегда в таком как-то нет не было радости вот единственная радость это вот я любил просто уколоться и забыться как пришло пришло то что ты стал верующим я уже потерял всю веру надежду в бога мне моя моя единственная молитва была на течение 10 лет у меня 37 это последних 10 лет это было просто боже если ты есть просто я прошу милости не дай мне я здесь у меня жизнь ад я не хочу умереть и попасть еще ад ад просто милость там чтобы жить каким каким-то самым убогим на небе самым таким никем просто не хочу в ад не потому что я понимаю если я здесь мучаюсь еще так всю вечность ну как бы ужас такой был и просто и просил бога убить тебя не простил бога ну чтобы помиловал меня не дал мне умереть пойти в ад просто если ну есть он есть просто чтобы милости вел я не просил никакой жизни никакой когда ты стал уже верующим нет да вот дату на руки как-то уверовал четыре года назад где-то так я передознул мы с другом на чем король на героине мы кололись машине и я его первый уколол как бы свои его же иглой не своей как бы ему долго вену не мог найти и как бы уколол он ушел я так сильно как бы ну я уже где-то полчаса его пытался уколоть он ушел и я за много взял двойную дозу и уколол и отъехал то мне рассказывал что он вернулся назад машина кунчизы был от машины я уже лежал на полу не дышал у меня бил пытался разбудить где-то говорит минут десять что такое потом вызвал скорую и скоро когда приехали они скажи же не дышал минут семь или десять не сказали нельзя не знаю сколько они дышал но я не дышал когда они привезли в больницу завели меня мое сердце и поставили под существенным дышанием позвонили моей сестре мастера работать старшей медсестрой в больнице вот то что мне повезло ли это бог сделал так не или но да бог так сделал поставили в самую лучшую палату по все самые лучшие эти все аппараты и держали меня над ними нас на штучном дышании но сказали моей сестре что из-за того что меня не было кислорода когда мне нашли то я мое сердце не будет правильно работать а если я уже проснусь и попал в кому из комы то я буду овощем они как бы хотели меня отключить говорит ну нету бесполезно его держать он или помрет или просто будет овощем как бы хотели убить тебя искусственно хотели просто отключить меня потому что я так не дышал чтоб ты умер да если я если моя сестра не было старшей медсестрой больницы меня бы отключили они сказали они других отключает вот так как нету смысла но я проснулся четыре дня спустя как будто ничего не бывало я проснулся попросил пить воды почему ты думаешь что произошло за меня молились мне потом сказали за меня молились мама записки получила мама рассказывала как это произошло что она была на огороде у него огород есть свой сад она говорит и в это время когда я упал в кому она сказала она просто упала на колени ну там рассказывали там были люди с ней что просто начал орать боже нет боже не она не знала ничего не знала ничего потом узнала ты боже помилуй боже помилуй как мама прочувствовала это и молилась звала там звонила ну как бы панику он подняла и бог помиловал я проснулся и меня выпустили после больницы еще через четыре дня и вот так и я пошел домой и начал обратно на героине торчать как бы ничего мне не сделала но ко мне тогда приехала вся моя семья и они просто меня спрашивали что тебе надо как бы что ты хочешь но и джи что нам сделать что ты был счастлив я не мог ответить на этот вопрос мне так жалко их было но я как бы я ничего не хотел как бы говорится и жизнь не хочется из и и умереть боишься знаете знаешь вот так вот такое ужасное состояние я тогда первый раз бога спросил грубо же если реально есть я знал что он есть но сказал он как бы ну сделай что-то во первых я не хочу бросать наркотика единственные как бы хорошее что есть моей жизни который мне дает какую-то радость хоть чуть-чуть крестились как бы ну сам что-то сделаем что я не могу я не верю мне даже надежды нет и буквально неделю спустя моя мама встретила женщину из казахстана только приехала пастыря рита она знала вова крючкова это нашего старшего пастыря который ушел на небо в этом году и она просто сказала пошлите андрея в израиль и они пришли мне сказали ты хочешь израиль я согласился вот так было чтобы ублажить маму чтобы просто ублажить маму потому что я подумал поеду туда далеко как-то им хорошо будет мне нормально будет как-то и вот так вот и куда ты попал в израиль я попал в город хайфа служение называется живой израиль очень классные служение мне было тяжело но мне бог сразу помог потому что мне не было ломок это было очень интересно для меня якобы у меня были галлюцинации что это мне эдик рассказывал которые нас на доме был пасыр эдик бажанов вроде бы его фамилия классный парень он пастор сейчас но я ему тоже мозги делал мне галлюцинации были очень сильные я всегда думал что я вечером домой попадаю в америку мне друзья приносят наркотики я их делаю их и начинаю спать и так две недели было куда две недели пришло и я начал нормально спать кушать все хорошо было но очень интересно мне бог потом открыл место из библии что есть такое место где прокаженный пришел к иисусу сказал если ты хочешь очисти меня иисус сказал хочу очистить вот это так бог со мной сделал что у меня не было веры никакой просто бог сам захотел и сам сделал и я прошел реабилитацию мне было тяжело я и падал потом прошел библейскую школу и бог начал меня укреплять мне потом дал другое место из библии это там где я потому что не было веры для меня что мне будет какой-то счастливая жизнь ли какая-то надежда я сказал богу как бы я знал что богу без веры угодить нельзя я мне дал еще место с писания где сотник пришел к иисусу и сказал раб мой там болен приди ну скажи слово пусть он исцелится иисус сказал пошли а сотни говорит зачем тебе идти просто скажи слово и он вызовет я думаю говорю приди он приходит другому уйди он уходит и это иисус сказал я не видел больше веры во всем израиле но интересная вещь там проверку вообще нигде не говорится просто сотник знал как работает власть духовная как работает иерархия и понимал послушание и мне бокс тоже так открыл через это если ты будешь послушным я приму это за веру я просто был послушный и бог через это начал кардинально менять мою жизнь настолько поменял мою жизнь что я была в германии где-то год назад проверяли мою кровь на генетическом уровне там через какие-то компьютера через такие вещи и полностью здоров во всех всех сфер мне был только гастрит был там меня потом вылечили но все когда начались эти испытания в чем проявилось твое послужение послушание как ты говоришь послушание послушание проявилось в том что я тупо начал слушаться как мне было тяжело но я начал замечать посуду когда тебя в кафе поставили в двух словах мы это потом вырежем как ты посуду там туалеты мы в смысле там на кухню но послушание но здесь в израиле послушание это одно мне было тяжело с послушанием но что мне помогло я была с пастором мишей садовский в америке на конференции где-то год назад и у нас были некоторые неприятные ситуации которые мы попадали я просто видел как он принимал все от бога даже я говорю ну как бы ты же пасторы они с тобой неправильно поступают что ты делаешь он горит андрюха все нормально если этот ну так происходит значит от бога и он смирялся будучи пастором я бы так не смог сделать ему груми же дай мне скажу там у меня нет андрюха тихо все и я просто был удивлен и просто бог мне показал на его примере потом меня отправили в америку где-то 6 месяцев тому назад и я попал церковь и там очень интересная история произошла этом сказали там туалеты мыть убирать пересосить типа как бы такие вещи и мне было очень тяжело и потом еще я приехал в америку просто заработать деньги на на свадьбу и собирал деньги и потом мне еще предложили работу в ресторане работать официантом на минимум вейдж минимум вейдж это 250 до 250 в час плюс эти чаевые вообще как бы кошмар еще на работу ходил как бы километр в одну сторону и назад это зима холодно как бы и мне так страшно стало я звоню пастору мише и груми типа что такое происходит типа я хочу отсюда и мне приснился сон в америке мне пришел ангел ну как бы и сказал андрей я тебя сюда привел для дисциплины тебе нужно это пройти и я позвонил пастор на следующий день говорю я остаюсь мне пришел ну как бы ангел ну вечером и сказал мне остаться ради дисциплины и когда я принял это от бога все поменялось я начал это делать с радостью и вся просто жизнь начало меняться и начал получать кайф от этого такой реальный кайф и получал удовольствие привел на работу с улыбочкой я ходил церковь с улыбочкой я приходил домой с улыбочкой люди в шоке были что ты такой счастлив ты работаешь в ресторане посудомойкой посуду моешь там убираешь там пилесосишь там тебе говорят слушай эй ты пацанчик иди сюда что ты мне здесь перенес я хотел это это ты говоришь да извините сейчас просто бог учил меня быть послушными это но через это мне очень сильно благословил вот что я хочу сказать послушание и как сегодня что сегодня в твоей жизни после этого мы с пастором разговаривали на таком служении мы хотим открыть организацию в америке который представляет живой израиль и после после как бы сказать этого испытания я поехал в штат техас и просто бог показал насколько он может благословлять тебя если ты будешь послушание я приехал в техас меня забрали с аэропорта возили везде поставили пятизвездочную гостиницу каждый день стейки кушал деньги мне там дарили везде как бы просто ну я просто хочу сказать если вы послушные власти которые над вами искренне как как будто это вы делаете для иисуса христа бог это благословит и во всех сферах ты в одном его слушаешь он тебя благословляет и финансовом и даже жену классный дашь и здоровье все такие вот вещи я просто хотел это камера сказать сейчас не бог дал жену прекрасные как бы я счастлив и как бы все это через послушание послушание это ключ вот иисус иисус был послушный он говорится ничего не делал кроме того что ему папа сказал папочка бог из-за этого смотрите где он сидит отец ну и отца вот и это для нас самый большой пример вот так вот и я просто хочу сказать я благодарен служению живой израиль здесь я нашел бога здесь бог поменял мою жизнь здесь если я свою жену тоже на школе библейской просто это изменило мою жизнь я благодарен старшим пастырям глебу самбольску мише садовскому всему живому израилю и советую всем если вы не были приезжайте приезжайте на школу вы здесь получить благословение и бог просто вас сделать счастливыми как меня всем спасибо саша спасибо тебе